Здравствуйте! В эфире программа АПТА ТНС. С вами Николай Сырбов, сурдоперевод Кенжигуль Мажиковой. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Актюбинскую область посетил глава государства. Касымжумар Тукаев ознакомился с темпами развития региона. Верховенство законное. Для нас это крайне важно. Без этого мы не сможем построить успешное государство. 5 декабря – Международный день волонтеров. В преддверии этой даты в Актюбе прошел ряд мероприятий. Тема волонтерства у нас в Казахстане на сегодняшний день очень широко распространяется. И я думаю, что мы на хорошем уровне. В регионе ведется работа по распространению государственного языка. Уже 95% жителей области знают казахский. Особенно молодежи очень часто интересуют высшие уровни. То есть интерес, спрос есть на разные уровни. Несомненно, главным политическим событием уходящей недели стала рабочая поездка президента Казахстана в Актюбинскую область, прошедшая 6 декабря. Глава государства ознакомился с развитием региона в самых разных сферах. В частности, Касымжомар Тукаев был проинформирован об успехах области в реализации программы «Аула Манате». С начала запуска данной инициативы на 1471 проект было выдано кредитов на сумму 6,6 млрд тенге, а в сентябре текущего года – дополнительные 12,5 млрд. Также президент ознакомился с инвестиционным потенциалом региона. Так, за 10 месяцев в экономику области было привлечено 804,4 млрд тенге инвестиций, а всего в текущем году запланирован запуск 19 крупных проектов на 57,2 млрд. Кроме того, Касымжомар Тукаев посетил ряд социально-культурных объектов и дал поручение Акиму области построить в Ак-Тубе новое здание драматического театра. Также президент Казахстана отметил необходимость решения актуальных для региона вопросов экологии. Более подробно о ходе рабочей поездки главы государства в нашем следующем сюжете. Сначала глава государства посетил Мартовский район, где встретился с молодыми спортсменами. Этот спортивный комплекс сержанца открылся два года назад. Работают кружки борьбы и футбола. Здесь тренируются более 300 человек. Отметим, что президент является главным болельщиком отечественного футбола. И он уверен, что у футбола светлое будущее. Перед нами одна модель. Это футбольный клуб Ак-Тубе. Я сам хорошо знаю и поддерживаю футбол. Я хожу на стадион и болею за нашу команду. Поэтому я думаю, что будущее футбола в Казахстане хорошее. Любому спортсмену нужен спортзал. Место, где мы тренируемся, хорошо оснащено. Теперь мы думаем, что здесь вырастут новые чемпионы. Есть много продуктов, производящих в селе. Местный бренд пользуется большим спросом на рынке. Самое крупное малиновое поле на территории СНГ. Мы выращиваем малину, продаем в Астане, в Ак-Тубе, в Атрал и делаем варенье. Также мы производим капусту, морковку. Став фонд активизации, в этом году положили 400 тонн капусты, 150 тонн морковки. Ак-Тубе поддерживает. Молодцы. Хорошо работать. В регионе системно реализуется проект Аула Манаты, призванный улучшить благосостояние населения. В итоге свое дело начали более тысячи человек. Один из них – Кайрат Кашканбаев. Он взял кредит и занялся выращиванием куриц. Сначала закупили кур, а потом открыли магазин. Рядом построили ангар, и в будущем есть мысли о дальнейшем расширении. Уже есть и поступление определенного дохода, это же инвестиции. После малого бизнеса настала очередь представителей крупного бизнеса, которые презентовали проекты и планы. Сумма инвестиций рассчитывается в триллионы. Доходы важны, но здоровье людей на первом месте. Вопрос экологии в регионе не выходит из повестки дня. Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание. На улучшение экологии в ближайшие шесть лет инвесторы выделят 228 миллиардов тенге. Будут модернизированы два цеха заводов и расплавов. Обновлена канализационная система. Данный завод является одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Стоимость 9 миллиардов тенге. Заняты 220 человек. Предприятие производит 5 миллионов квадратных метров керамогранита и керамических плит в год. Спрос на продукцию, который необходим для строительства, высок. Большая часть экспортируется в соседние страны. В 2024 году хочет построить следующий завод. К тому же, увеличив площадь индустриальной зоны, инвестиции придут. Опять же, это означает, что мы увеличим налоги, рабочие места. В этом году отмечается 100-летний юбилей классика казахской литературы Тахауи Ахтанова. К памятнику писателю, внесшему значительный вклад в искусство, президент возложил цветы и почтил память. Имя Ахтанова присвоено единственному в Ак-Тубе драматическому театру. В здании находятся две труппы – казахский и русский коллектив. Несмотря на то, что здание небольшое, в год его посещают 80 тысяч зрителей. Старый театр, фундамент которого был заложен в 1944 году, сильно изношен. Требуются современные здания. Что касается этого театра, то театр в целом хороший, но изношенный. Поэтому я сказал Акиму, что нужно построить новый театр. В 1978-1979 годах был проведен капитальный ремонт. В 2019 году был произведен ремонт, но только был облицован экстерьер. И обновлены зрительный зал и сценическое оборудование. А вообще само здание требует небольшого ремонта. Объявленный вами принцип межнациональной политики. Мы разные, но мы равны. Это наша повседневная реальность. И спасибо вам за это. Вы знаете, но мы не такие уж и разные. Вы ведь сказали на 32-й сессии Ассамблеи, что наш бирюзовый паспорт, наш небесно-голубой флаг, это современные символы нашей идентичности. Паспорт как уникальный символ, дающий право. На гражданство Казахстана. И дающий, делающий нас благоприобретателями частицы того уважения, которым наша страна пользуется в мире. А наш флаг это как глубокий, всеобъемлющий тенг, и обеспечивающий нашу идентичность. Да и великая степь она привнесла во всей цивилизации многое, и не чураясь, вобрала в себя лучшее. 90 национальностей проживают в нашем регионе. Это наш общий генофонд. Действительно, единство в многообразии. Это лозунг, этот тезис не я придумал, это тезис, который проповедует Организация мирных наций. И эта идеология абсолютно применима Казахстану. Я очень рада, что мы современники, что мы все вместе вершим историю малой и большой Родины. Мы принимаем все реформы, участвуем в программах. Я лично представляю гражданского общества. 25 лет занимаюсь продвижением интересов людей с инвалидностью. Сегодня благодарю Родину за то, что она дает возможность раскрыть наш потенциал, дает оценку нашему результату. Раховенство законное. Для нас это крайне важно. Без этого мы не сможем построить. Успешное государство. И, конечно, тарты, тарты, дисциплины должны быть такими тщательными во всех делах. Поэтому нам нужно обязательно уделить внимание воспитанию молодежи. Если мы будем вместе находиться, если будем поддерживать порядок в нашей стране, Казахстан никому не нужен, кроме нас. Поэтому развитие Казахстана – это дело наше. Государственное дело – это дело народа. Также президент посетил школу «Смарт-белим», которая открылась в этом году. Частное учебное заведение изначально рассматривалось как платное. После того, как из казны были выделены средства, было преобразовано в общеобразовательную школу. Для школьников открыто более 30 кружков. Данное заведение помогло решить проблему дефицита мест в новом районе. Также глава государства посетил Октябрьский университет имени Кудайбергина Жубанова. На базе заведения в этом учебном году был открыт филиал британского университета «Хэриот Ватт». Это его третье представительство в мире после Дубая и Малайзии. Треть профессоров приехали из-за рубежа. В этом году было принято 300 студентов по трем специальностям – электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия. 5 декабря в мире отметили Международный день волонтеров. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Добровольчество – это огромный возобновляемый ресурс для решения социальных, экономических и экологических проблем во всем мире. В условиях растущих проблем первыми приходят на помощь зачастую добровольцы. Они оказываются на переднем крае борьбы с кризисами и чрезвычайными ситуациями, часто в очень сложных и тяжелых ситуациях. Праздник волонтерства важен для октябрьских добровольцев. На сегодня в регионе в более чем 160 клубах задействованы порядка 5,5 тысяч человек. В числе активных волонтерских отрядов – студенческие, экологические, поисковые клубы. В преддверии Международного дня волонтеров в октябрье прошел ряд мероприятий – самые запоминающиеся, чествование самых активных добровольцев и семинар-тренинг. В деле охраны общественного порядка помощь волонтеров велика. Они не просто следят за безопасностью населения наряду с полицейскими, но даже пресекают преступления. Именно поэтому в преддверии их профессионального праздника в департаменте полиции прошло чествование местных добровольцев. Роль волонтеров для казахстанского общества велика. Для полицейской службы добровольцы также имеют большое значение. Они выезжают с нами в рейды, организуют профилактические мероприятия. Поздравляю всех наших активных горожан и жителей региона и благодарю за сотрудничество. Ваш труд очень важен для нас. Всего в регионе 164 волонтерских клуба и примерно 5,5 тысяч волонтеров. Они помогают людям разными способами. Одни поддерживают малоимущие семьи, другие работают через соцсети. К примеру, на страничке «Зелопоиск» постоянно объявляют о поиске актюбинцев, которые потерялись. После публикации собирается группа поисковиков-волонтеров. С начала года команда нашла более 150 человек. За год наша команда была на 150 поисковых мероприятиях совместно с полицией. Конечно, многие найдены, слава богу. Есть тяжелые ситуации, которые мы совместно переживаем. В нашем инстаграме 69 тысяч подписчиков. Спасибо большое нашему народу. Они очень помогают во время информационного поиска. Они нас ориентируют. Если где-то видели пропавшего без вести человека, сообщают нам. Тем самым, конечно же, облегчают поисковые мероприятия. Нашей команде уже 6 лет. Нас никогда не забывают, приглашают. Нам очень приятно. Спасибо большое департаменту полиции. У нас идет тесное совместное сотрудничество в поисках. Благодаря волонтерам с начала года раскрыто более 20 уголовных дел, а также более 300 административных правонарушений. В ходе торжества полицейские отметили важность активной общественной позиции и поблагодарили волонтеров за их работу. С начала года было проведено 274 мероприятия для поддержки волонтерских начинаний молодежи. В них приняли участие 12,5 тысяч человек. Волонтерский клуб студентов-медиков в Акутубе появился еще в 2011 году. За 12 лет состав несколько раз обновился. Но цель будущих врачей одна – дарить добро и проявлять милосердие. Курирует деятельность медико-волонтерского клуба отдел социально-психологической поддержки. Мы вместе составляем годовой план работы. Когда ребятам поступают запросы от нуждающихся в оказании материальной поддержки, покупке лекарств, мы пишем письмо руководства для выделения средств. То есть материальный университет помогает нашим волонтерам. Студенты наши участвуют в эко-акциях, мероприятиях регионального масштаба. Маржана Розаева учится на втором курсе. В волонтерском клубе состоит с первых дней учебы в университете. В будущем она хочет стать терапевтом. И навыки общения с людьми во время благотворительных акций помогут ей в становлении, как специалиста, считает девушка. Врачи, самое главное, это общение с людьми. Надо находить с любым человеком общий язык, потому что тебе приходят разные пациенты. И ты должен находить с каждым пациентом общение. И волонтерство этим тоже помогает. Потому что мы видим разные ситуации, разных людей. И это в жизни нам обязательно понадобится. Медики-волонтеры сдают кровь, посещают детские дома, дом престарелых, занимаются социальными работами. На сегодня в клубе медиков-волонтеров состоят более 200 студентов. В основном из младших курсов. Ребята занимаются организацией материальной и продуктовой помощи для нуждающихся семей. Выезжают в центры для детей, инвалидов и престарелых, чтобы создать для постояльцев комфортные условия для социализации. Выбираются в домах пожилых актюбинцев. Важным волонтеры считают медицинское направление деятельности. Ведь они проводят профилактику вредных привычек и распространение инфекционных заболеваний. А также обучение населения первой доброчебной помощи. А в ходе семинара, прошедшего в канун Дня волонтеров, добровольцы собрались, чтобы обсудить важную социальную роль деятельности в нашем обществе. Волонтеры вносят посильный вклад в улучшение жизни других людей. Помогают пожилым, участвуют в общественной жизни города, области и даже страны. Они помогают, ничего не ожидая взамен. Существует много направлений волонтерства. Тема волонтерства у нас в Казахстане на сегодняшний день очень широко распространяется. И я думаю, что мы на хорошем уровне. Потому что, если взять годами 3-4 назад, тема волонтерства у нас не была такой актуальной. Но вот с момента начала пандемии в рядах волонтеров, которые помогали людям, не только у нас, но и по всему Казахстану. И за счет этого, за счет таких работ, я думаю, мы смогли дать обществу понимание, что волонтеры – это не просто люди, которые занимаются безделием. Это отважные ребята, добродушные ребята. На семинар были приглашены молодые люди, которые успешно занимаются волонтерской деятельностью. Они поделились опытом с ребятами и рассказали о себе. В их числе и Кадырбек Рахимов. Волонтерскую деятельность он начал в 2014 году. Разносторонние направления – это юридическая помощь, помощь инвалидам, продуктовая и адресная помощь и взаимосвязь с государственными учреждениями. В начале года, например, мы помогали гуманитарной помощью Турции, братской стране. Помогали в сортировке продуктов и вещей. Также мы в аэропорту помогали загружать. Также мы осуществляли благотворительную помощь центру инвалидов, такие как Балашака Синдам, находится на Бокингбайбатре. И организовывали отдых в парке Гринлэнд. В моем движении сейчас 17 человек. Также на семинар были приглашены добровольцы из города Уральск. В ходе мероприятия гости поделились опытом с актюбинскими коллегами. И в продолжение темы, как мы уже поняли из нашего сюжета, деятельность волонтеров проводится по разным направлениям. Отрадно, что в этой деятельности активно участвует молодежь. И сегодня у нас в гостях Асим Амонтаева, волонтер, который расскажет подробнее о волонтерской работе в образовательной сфере. Асим, расскажите, как вы пришли к волонтерству, почему решили заниматься этой деятельностью? Я пришла к волонтерству в 2020 году, в 2022 году точнее. Я начала волонтерить в американском уголке, у нас в Ахтубе, если вы знаете. Я веду клуб, мовиклуб, мовиклаб, киноклуб и спикинг иногда. То есть я создала этот мовиклаб, я являюсь координатором. Вот на данный момент я веду мовиклаб. Что за мовиклаб? Чем занимаетесь? Мовиклаб мы смотрим фильмы, американские фильмы и потом ведем дискуссии. Каким образом? Например, мы час смотрим фильм или час-полтора, и у нас остается полчаса, и мы смотрим просто, точнее обсуждаем, дискуссируем. А для чего это нужно? Это для того, чтобы вдохновлять, смотреть фильмы, чтобы брать идеи какие-то, чтобы молодежь проводила время свое полезно. И вот изучала английский. Наша главная цель – это изучать английский. А, то есть иностранные языки изучать, да, в основном? Да. Ну почему именно волонтерство? Почему выбрали? Вам кто-то подсказал, вы сами решили? Никто мне не подсказывал. Я сама выбрала волонтерство. Я всегда хотела помогать людям, и это делает меня счастливой. И, с одной стороны, это повышает мою уверенность. Понятно. Ну помимо фильмов, чем-то еще можешь заниматься? Да. Я сама перевожу, занимаюсь переводом фильмов, песен с английского на казахский. У меня есть инстаграм-аккаунт, профиль называется «Казах лишь». Я оттуда публикую все свои работы, даже рок-песни и рэп перевожу с английского на казахский. До этого никто этим не занимался, например. Понятно. То есть вы единственная, кто занимается этим у вас? Да. Вообще в Казахстане, я думаю, только я, которая вообще пришла такая идея. Потому что в основном песни, рок-рэп переводят чисто на русский, но не на казахский. Это очень сложно на самом деле. Там сленги всякие. Также я являюсь TED-волонтером. TED-выступление, если вы знаете, TED-эдукейшн. Я вот тоже являюсь TED-транслейтором казах. Мы в Казахстане, то есть в их группе состоим. Ну, это направление вам помогают делать или вы это сами занимаетесь? Есть, наверное, единомышленники, которые помогают? Есть, есть. Единомышленники есть. В этом году я побывала в Астане на TEDx-конференции. Меня туда пригласили, например. Там я нашла свой нетворкинг. Познакомилась с очень крутыми людьми, прям классными. Теперь, зачем я это делаю? Это мне помогает изучать язык. Я и себе тоже. Я свои скилсы, то есть навыки улучшаю. Вот. То есть это вам тоже дополнительный? Да, это тоже. Ну, кто входит в вашу команду? Сколько человек у вас? Вообще TED-транслейтерс у нас где-то 6-5 активных. Ну, а я чисто вот это переводом песен сама заработаю этим. Ну, вы еще учитесь, работаете? Чем занимаетесь? Да. Если честно, я очень разносторонний человек и активный. Я учусь и работаю, и работаю в креативном агентстве, например. Также я занималась соцпроектами вместе с НПО. Петропавловск, у меня там друг живет, и мы с ним вместе тоже социальные проекты и медиапроекты разрабатывали в этом году. Два проекта сделали вместе. Какие это проекты? Первый проект — это Ерконсуле. Цель проекта — повышать гражданский активизм. А второй — это Энчинбернде. Мы провели опрос на 600 человек в городе Петропавловск. Вот сделали опрос для молодых. Цель была определить, как иностранные медиа влияют на молодежь Петропавловска. Ну, эти же проекты или еще какие-то другие, может, планируете тоже реализовать в Ахтубе? Да, мы планируем. Мы планируем дальше развивать Ерконсуле. И я планирую открыть свой НПО здесь в Ахтубе, например, в следующем году, когда я его выпущусь. И здесь этот проект тоже развивать. Свои собственные проекты. А на кого вы учитесь, с кем работаете? Не мешает ли это вам волонтерская деятельность? Хватает ли времени? Мне времени хватает. У меня хороший тайм-менеджмент. Я учусь на... У меня специалист называется английский язык информатика. То есть я педагог и переводчик. А, то есть вы и учитесь, и работаете на это время? И времени хватает? Да. Я еще вот этот... Чем еще? Я еще иногда танцую тоже, но вот разными деятельностями занимаюсь. Ну какие планы дальнейшие по развитию волонтерства? Может быть, какие-то еще социальные проекты, помимо языкового? Да. В моих целях это главное образовательное волонтерство, вот то, что я хочу именно развить у нас в городе Ахтубе. В самую первую очередь я хочу создать свое НПО. И вот я создам свое НПО, тогда я только смогу свои социальные проекты реализовать. Медиапроекты могу тоже. Наверняка уже в голове какие-то проекты прокручиваются. Да. Сейчас я подаю заявку на разные гранты от гос, там, иностранных. Сейчас мой проект называется, который я хочу разработать, то есть я подала заявку. Хочу создать академию фактчекинга. Фактчекинг — это проверка информации на достоверность. Зачем это нужно? Для того, чтобы повышать критическое мышление молодых людей. То есть все ваши основные проекты, они направлены, прежде всего, на молодежь? Да, естественно, на молодежь. На образование молодежи, чтобы было доступное образование, чтобы они учились, чтобы даже я вот недавно организовала семинар в университете вместе с преподавателем информатики на тему кибергигиена, кибербезопасность. Что это? Разъясните нам, расскажите. Кибербезопасность — это информационная безопасность, это защита персональных данных. То есть как защитить свои персональные данные в сети онлайн. Это еще входит онлайн права человека в это. Соответственно, кибергигиена — это то же самое. Да, кибергигиена — это как мы и другие, но это уже в интернете нужно это делать чаще. То есть считаете, это актуально сегодняшнее время? Это очень актуально. Сейчас много видов мошенничества, поэтому это актуально. А как считаете, почему в последние годы особенно волонтерство активно развивается? Очень много людей идут в эту сферу. С чем это связано, ваше мнение? В первую очередь молодежь стремится к волонтерству, потому что они хотят поступить в зарубежные университеты. А в зарубежных университетах очень ценен волонтерство. Например, в Америке, в Европе это очень ценится. Это личная выгода, я считаю. Но второе, наверняка, люди сейчас, очень много людей находятся в стрессе. Мир очень кругом хаос, полный беспорядок. Они ищут поддержку, они ищут спокойствие души, а волонтерство это компенсирует. Ну, Асим, вы очень интересный собеседник. К сожалению, время нашей программы истекает. Очень было много чего интересного от вас услышать. Желаю вам удачи, успехов во всех ваших начинаниях, во всех ваших делах, которые вы планируете. Уважаемые телезрители, напомню, что у нас в гостях сегодня был волонтер Асим Амантаева. Развитие продовольственной безопасности. Актюбинскую область по праву можно считать не только богатейшим промышленным регионом, но и перспективным сельскохозяйственным краем. Агропромышленная отрасль, ведущая во многих районах в плане экономического развития, и фермерам оказывается весомая государственная поддержка. В уходящем году на субсидирование сельхозпроизводителей выделили свыше 13 миллиардов тенге. Отметим, что особый акцент в регионе делается на поддержке животноводства и растеневодства. В частности, с обеспечением картофелем проблем нет. Как известно, глава государства в своем послании народу страны «Экономический курс справедливого Казахстана» поставил приоритетную цель в сфере сельского хозяйства. Глубокая переработка мяса, молока, зерна. Касым Жомар Тукаев поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. И в Ахтюбинской области эта задача уже выполняется. Действуют крупнейшие перерабатывающие формирования, что также является весомым вкладом в продовольственную безопасность региона. На сегодняшний день в регионе действуют четыре молокоперерабатывающих завода общей мощностью 58 тысяч тонн. Кроме того, в области работает 14 мясоперерабатывающих предприятий, где выпускается более 25 тысяч тонн продукции. Не остается без внимания. Другие направления. В частности, имеются три мельницы, а также четыре макаронных завода и два предприятия по производству растительного масла. К слову, следует подчеркнуть, что благодаря действию вышеперечисленных объектов доля переработки мяса по региону составляет около 35,5%, молока – более 43,5%, а зерна – около 69%. Так, крупное агроформирование в селе Степно и одно из ведущих не только в Ахтюбинской области, но и по всей стране. Фермеры развивают самые разные направления отрасли, приоритеты растениеводства и животноводства. Здесь работает большое количество жителей населенного пункта, которые также обеспечиваются мясом и молоком, кормами для личного подворья. Свою деятельность хозяйство начало еще в середине 80-х годов прошлого столетия и за сравнительно небольшой отрезок превратилось в крупнейшее ТО. Я в этом хозяйстве работаю, сами знаете, 85-го года, по сегодняшний день уже 39-й год. Хозяйство, когда я принял, было только откормочное, откармалили крупный рогатый скот. Одним откормом далеко не пойдешь. Стал приобретать племенных казахских белоголовых телок, овец, лошадей. После этого я подумал, подумал, и надо, 91-й год, очень тяжелый год. Посеял твердую пшеницу по растениеводству. Это первый шаг был. Второй шаг. Подумал, подумал, думаю, подсолнечного масла нет. И взял выращивать подсолнечник. Своих рабочих обеспечил, но продавать я не продавал, только для своих. Следующим этапом стало налаживание переработки. Сейчас в наличии у ТО имеется мельница, хлебозавод в областном центре. А в Степном выпускаются качественные колбасные изделия в собственном цеху. Вареная, копченая колбаса, сосиски и сардельки разных видов. Таким образом фермеры вносят значительный вклад в продовольственную безопасность региона. В Каргалинском районе имеются крупные перерабатывающие предприятия. Так, в формировании кендалла ТАС производят в год 8 тонн полуфабрикатов и подсолнечного масла объемом до 18 тонн. Безусловно, в числе передовиков ТО Степное. Аграрий производит 15 тысяч тонн муки в год на собственной мельнице. Мощность хлебозавода 348 тонн. А в колбасном цеху выпускают до 240 тонн местных изделий. Один из ведущих хозяйств нашей области. Многоотраслевое хозяйство и многонациональное тоже. Три вида животноводства. У нас крупные рогатые, более двух тысяч. Маточные где-то около тысячи голов. Лошади почти 900 голов. Две породы овцы. Две с половиной, три тысячи. И все сырье мы сами своего мяса выпускаем. Немного мы поток не ставим. Мы выпускаем качественную, экологически чистую продукцию. Пассивной площадь у нас почти 30 тысяч гектар. Из них 5 тысяч 6 мы всегда оставляем на пары. Сеем 25 где-то 24 тысячи гектар. Пшеницы, ячмень, суданская трава, подсолнечник, сафлор. Вот такие культуры. Фермеры активно участвуют в жизни сельского округа. Проявляют высокую социальную ответственность. К слову, даже местный дом культуры был возведен усилиями руководства агроформирования. Столовый строил. Потом врачебную амбулаторию. Потом начал строить дом культуры. Двухэтажную построил в 99-м году. Потом улицы из асфальтировал. Уже в 96-м году начал. Все улицы из асфальтировал. Асфальтзавод маленький поставил. Смотрю, некоторые дети голодают ходят. Потом я в мысль пришел, думаю, надо все-таки горячее питание дать в школе. И начал бесплатно их кормить. И вот с 91-го года по сегодняшний день кормлю их. Теперь хотим поставить это крытое футбольное поле. Хочу вот это вот, если все будет нормально, фок поставить небольшой, чтобы дети занимались. Стараемся парк, мини-парки, детские площадки, спортивные площадки, варкаунты, чтобы побольше привлечь молодежи кружки, кружки по интересам, танцевальные кружки, кружки добра национального инструмента. Крестьянские хозяйства помогают, то степное помогает. Аго Санцебайдж у нас является одним из таких, с большим стажем, опытом, медиатором. Чтобы вот сейчас у нас идет 16 дней без насилия. Вот у нас, Аго Санцебайдж у нас главный медиатор. Поэтому все такие конфликты, мы стараемся не доводить их до судебного разбирательства, а именно разрешить в порядке общения, переговоров за круглым столом. Таких больших семей или людей, много получающих АСП, у меня нету. Нуждающихся сильно, бедствующих семей тоже нету. Тут большую роль, конечно, и помощь оказывают как главы ТО, так и главы крестьянских хозяйств. Немаловажной задачей в деле продовольственной безопасности является обеспечение населения в зимней межсезонье овощами и картофелем. Именно с этой целью формируется стабилизационный фонд. К слову, реализовывать социально значимые овощи будут на коммунальном рынке и 17 социальных мини-рынках города. Товар начнут выставлять по мере повышения цен на полках магазинов. Продукция еще требует переборки и при отправке она будет отправляться по калибровке. То есть вот такие крупные корнеплоды поставляться не будут, только будут поставляться в товарном виде. Картошка отправляется, по договору у нас прописано, что калибровка картофеля 5 плюс сантиметров. Всего в этом году на закупку более 8 тонн овощей в стабфонд «Октюбе» направили 799 миллионов тенге. Весь товар поставляют местные октябинские сельхозпроизводители. В этом году на межсезонье 23-24 года были заключены договора на поставку овощей с местными. В приоритете были местные товаропроизводители, такие как СХФ «Пригородный», то была ТЛТД и КХ «Арман». В этом году в закладку мы законтрактовались картофель в общем объеме 5196, морковки 1228, лука 835 тонн и капусты 1100 тонн. Важно подчеркнуть, что весомый клад повышения продовольственной безопасности всего региона вносят каргалинские аграрии. Не зря район еще называют картофельным краем. Основные объемы корнеплода выращивают на территории Жильтаусского сельского округа. Здесь созданы все условия для получения хорошего урожая. Плодородная почва, орошаемые земли, восстановленные при поддержке государства. Это значительно способствует высокому валовому сбору. Порядка 100 гектаров под картофель в выходящем году отвели в уже упоминавшемся крестьянском хозяйстве «Арман», которое действует в селе Петропавловка. В прошлом году аграрии получили 180 сантиметров с гектара. Сейчас урожайность повыше, даже несмотря на сложности с обильными дождями. В прошлом году у нас было 6 картофель, что в этом году оставили мы джели, колета и новый сорт – это коломба. Пока три сорта оставили, остановились на них, которые более как нашему климату, дали более такой хороший урожай. В этом году уборка была довольно-таки тяжелая. Убирали мы комбайном. Соответственно, много земли, потому что земля была сырая, плохо просыпалась. Но все равно, я думаю, что более 200 сантиметров с гектара мы взяли. Мы успели убрать, да, вот мы, правда, было, мы работали, вот какое-то время мы работали две смены, то есть практически день и ночь мы работали. Ну, смогли убрать, потому что по погоде мы смотрели, потому что, считай, два дня было нормально, на третий шел дождь, приходилось останавливаться. Но все-таки с поля мы убрали. Отметив, в ходе уборки картофеля к работам привлекалось и местное население. Порядка 15 человек были задействованы в поле. Сейчас в хозяйстве активно занимаются переборкой полученного урожая. К слову, у фермеров есть договоренность со стабфондом. Таким образом, аграрь из Петропавловки обеспечивает население собственной экологически чистой продукцией. Перебоя с поливом картофеля в выходящем году не было. Успешно в хозяйстве применяют агротехнологические методы. В следующем году планируется часть наделов оставить под пары с применением седеративных удобрений. В этом году мы уже вносили органические удобрения. Внесли на следующий год, то есть подготовили поливные земли для себя. Часть было проведено, трупы ирригационные было за счет проекта государственного. А уже в прошлом году порядка где-то 70 гектар мы уже заделали за свой счет. Мы приобрели поливальную, одну машину дождевальную кругового типа, две машины барабанного типа через Каза Агрофинанс приобрели. И получается все, вот сейчас у нас 100 гектар, все они поливные. У нас тут, благо то, что у нас рядом речка Каргала протекает, и у нас земли находятся вдоль нее поливные, поэтому это поливается у нас все. В планах у аграриев заняться животноводством. В перспективе это крупнорогатый скот или овцы. Благо под пастбище имеется земля площадью 1000 гектаров. Что касается зерновых культур, то урожайность в хозяйстве составила 6-7 сантиметров с гектара. Общие посевные площади, отведенные под зерно, составили 2300 гектаров. Зерновые мы посеяли только пшеницу. Да, в этом году был год очень тяжелый, потому что сначала была жара, и как бы тоже прихватило, то есть поджарило наши зерновые. А потом зарядили дожди. То есть даже как бы провизорно был урожай, мы планировали один, по факту уже он вышел другой. И основная часть зерна вышла в пятом классе, на который сейчас, в данный момент, спроса нет. То есть продать его очень тяжело. Ну да, это пятый класс, это по сути фуражное зерно. Потому что дожди свое дело сделали, месяц дождей, как бы там ни было. Во-первых, урожай упал, во-вторых, качества зерна нет. И вот сейчас мы тоже сталкиваемся. Благо, то, что мы еще как-то смогли, что зерно более сухое. Но урожай, конечно, по урожайности было слабо в этом году. В 2023 году в Каргалинском районе общие пассивные площади составили 155,5 тысяч гектаров. Из них 117 тысяч отвели под зерновые. Среднее урожай превысило 12 центнер с гектара. Валовый сбор зерна составил свыше 138,5 тысяч тонн. Неплохую для этого года урожайницу удалось получить благодаря применению фермерами агротехнологических методов, обновлению сельскохозяйственной техники и агрегатов. Было закуплено 79 единиц техники на сумму более 3 миллиардов тенге. Формированием оказывалась государственная поддержка. В частности, было выделено 2,5 тысячи тонн льготного дизельного топлива для приведения весенней и осенней кампании. Также в 2023 году на площади в 1300 гектаров выращивали картофель. Урожайница очень хорошая. Что касается животноводства, то по району считается 23 800 голов крупного рогатого скота, 28 400 овец, 4700 лошадей. В общей сложности заготовлено свыше 11 тысяч тонн кормов на зиму. Слава всего, по Каргалинскому району действуют 233 агроформирования, в том числе 24 ТО, 16 СПК и 193 крестьянских хозяйства. 42 занимаются животноводством, 53 растениеводством. Кроме того, 138 фермерских хозяйств задействованы в обоих направлениях агропромышленного комплекса. Николай Сырбов, Жанадиль Сагиев, Аптатнессы. Развитие и распространение государственного языка – это одна из важнейших задач казахстанского общества. С начала года областным ответственным управлением, согласно комплексному плану, проведены круглые столы, конференции и языковые акции. В мероприятиях, организованных в целях формирования практики казахской речи, избавления от языкового барьера, приняли участие 116 человек. Тесты по определению уровня владения государственным языком провели среди 513 человек. Кроме того, специальные мониторинговые группы с участием знатоков тонкости языка периодически проверяют торговые объекты на предмет выявления нарушений в части оформления рекламной информации, баннеров, вывесок. Как отмечают специалисты, до сих пор нередки случаи, когда бизнесмены не соблюдают требования законодательства. Тем не менее, в последнее время ситуация заметно улучшилась. Тему продолжит наш корреспондент. На сегодняшний день 95% жителей Актюбинской области владеет государственным языком. Таковы результаты социологического опроса, проведенного управлением по развитию языков. Кроме тестов, организуется много других мероприятий с целью оказания помощи в деле изучения казахского языка. И надо отметить не только людям казахской национальности. В области оказывается поддержка представителям других национальностей в изучении государственного и родных языков через воскресные школы. Кроме того, в рамках проекта «Связь казахской диаспоры за рубежом» на традиционной основе проводятся методические и организационные мероприятия, направленные на поддержку соотечественников. Но это не единственная наша работа. Ежеквартально проводится мониторинг состояния делопроизводства на государственном языке. Большая работа проводится и в области аномастики. Мониторинга текстов на рекламных счетах, вывеска государственных органов и различных организаций. На всех должны присутствовать надписи на государственном языке. Так было проанализировано 2095 рекламных текстов. В 225 случаях оказана методическая помощь по исправлению выявленных ошибок. При управлении функционирует Центр по обучению языкам, который занимается организацией языковых курсов для жителей области на бесплатной основе. С начала года обучил свыше 2000 человек. 35% из них – государственные служащие, 50% – работники сферы обслуживания, а также медицинские работники и военнослужащие. К слову, 40% из всех слушателей – представители некоренных этносов. Целые организации направляют на письмо и просят, чтобы обучение шло без отрыва от производства, чтобы на местах. И мы выезжаем на места. Вот такая первая форма. Во многих, например, военных структурах, медицинских учреждениях. Это есть специальности, которым нельзя покидать рабочие места. Да, спасатели, допустим. К ним ходим мы сами. Строим графики в соответствии, учитывая их интересы, учитывая расписание наших учителей, наших педагогов, строим графики. Первое. Второе. Физические лица, они приходят к нам на нашей базе. Они выражают сами. Я бы хотела учиться онлайн, допустим. Я с утра до вечера на работе. Центр начал свою работу в 2007 году. За это время он успел показать свою эффективность. Спрос на его услуги на сегодня очень большой. Обучение проводится по пяти уровням при Доме дружбы. Однако в связи с увеличением желающих обучаться языкам, Центру требуется свое здание. Элементарный уровень, базовый уровень. Это уровни для тех, кто вообще не владеет казахским русском. Средний уровень. Есть выше среднего и высший уровень. Кто идет на высший уровень? Эти, которые свободно, хорошо говорят на казахском. Но им надо усовершенствовать речь, улыбить знания. Кому-то нужен официальный деловой стиль. Кто-то готовит себя в государственную службу, да? Кто-то готовит себя на программу «Булашак». Кстати, хорошая новость, знаете, да, следующего года, что чтобы быть избранным, корпус А, надо сдавать будет тест на казахском языке. Развитие государственного языка не должно ограничиваться только проведением курсов. Владельцы бизнесов должны также участвовать в продвижении языка, в том числе через рекламные баннеры. Возле магазинов и торговых домов они обязательно должны содержать текст на казахском языке. Этот пример чека представлен только на русском языке. У вас он должен быть на двух языках. Гуляя по улицам города, сложно не заметить обилие рекламы. Однако на некоторых баннерах не нашлось места казахскому языку. Мы побывали в магазине бытовой техники «Сулпак» в Анваре. Наша проблема заключается в том, что ценники на каждый товар, информация для потребителей, сопровождающая продаваемые предметы, должны быть написаны в соответствии с языковым законодательством Республики Казахстан, написаны на одном языке, при необходимости на двух языках. Мы осмотрели всё. Как увидели, переводы некоторых слов были неправильными. Мы дали методические советы руководителям и заведующим торговых объектов. Это может показаться рядовым случаем, но начиная с хода, приоритетная часть рекламной информации, направленной по теребителю, написана только на одном языке, то есть на русском. Однако сотрудники говорят, что вся информация о товаре написана на двух языках. Ценники написаны на двух языках, сначала на казахском, а затем на русском. Информация о рассрочке, если есть акции. Это актуальная проблема. Сейчас, в эпоху посевместного распространения информационных технологий, лингвисты систематически работают расширением сферы применения государственного языка. И результаты достигнуты значительные. Что касается нашего магазина, то претензий со стороны потребителей не поступало, потому что у нас вся информация обязательно идет на двух языках. Ведь у нас служат не только казахи. Поскольку наша страна является многонациональным государством, большая часть покупателей, которые приходят к нам, это казахи, представители других национальностей. У нас есть сотрудники, которые при необходимости могут проконсультировать и на английском языке. Никаких проблем нет. Будь то ценники или информация о акциях внутри магазина, сначала все написано на казахском, а затем на русском языке. В магазине полностью созданы условия для свободного обслуживания покупателей. Представители мониторинговой группы высказали критическое замечание, объяснили допущенные нарушения и при необходимости оказали помощь. Всем продавцам были розызаны информационные буклеты, объясняющие, что любая реклама должна иметь грамотный текст на казахском языке. Результат таких рейдов большой, а именно соблюдение языковых норм в рекламе и в визуальной информации в местах обслуживания населения, торговых центрах и других объектах индивидуального предпринимательства. Теперь все двуязычно. Мы работаем в этом направлении, чтобы не повторять прежнюю ошибку. Сначала мы вешаем информацию на казахском, а потом на русском. Качественный и грамотный текст рекламы на казахском языке ответственность в первую очередь перед народом и потом перед потребителем. Это плановая работа. В ее рамках мы проводим лейды совместно с сотрудниками управления по развитию языков, а также представителями Департамента по защите прав потребителей и Департамента государственных доходов. Наша цель – визуальная информация, реклама, ценники должны быть оформлены на двух языках в соответствии с требованиями законодательства. Проводим методическую работу со своей стороны собственниками, чтобы не допускать таких нарушений и ошибок. Одним словом, рекламный формат сложен соответствовать требованиям языкового законодательства, а также нормам грамматики. Жасан Желбаков, Дина Равду Алиева, Владимир Федодов, Межана Манжолов, Самат Каликенов, Азамат Сауханов, Аптат НС. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат НС смотрите в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова